здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня по многочисленным просьбам я готовлю апельсиновый зефир и именно так как я его готовлю покажу сегодня готовить я его буду на заварной основе я уже давно так готовлю любой зефир этот зефир становится стабильным уже буквально через пару часов после приготовления не нужно здесь ждать суток готовить я этот зефир буду без кондитерского термометра и без уваривания пюре и в данном случае я покажу именно тот способ по которому готовлю я зефир получится необыкновенно ароматным мега апельсиновым и очень очень вкусным и так что же мне для этого понадобится во первых я приготовлю сахар сахар с цедрой это залог успеха этого зефира здесь у меня 160 грамм сахара и цедра от 3 апельсинов не меньше то есть цедра нужно много это уже тоже проверено на собственном опыте и в емкости здесь у меня 120 миллилитров апельсинового сока она нам пока не понадобится но я сейчас покажу все дальше его пока отставляю в сторону и цедру с сахаром еще раз повторяю цедра от 3 достаточно больших апельсинов здесь у меня и сахара 160 грамм я перемешиваю и оставляю на полчаса чтобы сахар впитал в себя аромат цедры это очень важно и этого шага ни в коем случае нельзя здесь пропускать теперь по пюре я хочу сказать пюре я использую для данного именно зефира вот такое здесь у меня пюре из яблок и чуть-чуть абрикосов 85 грамм видите эпфель написаны эпилета яблоки по-немецки и абрикосы абрикосы написано 7 процентов вы можете также брать обычное яблочное пюре но я беру именно вот это всегда небольшим добавлением абрикоса потому что очень хорошо раскрывается тогда вкус зефира и так сахар простоял у меня с цедры уже полчаса минимум я пересыпаю все это в ковшик также заливаю соком апельсиновым здесь у меня свежевыжатый сок 120 миллилитров вы можете и из пачки брать сок но так как мы будем все равно цедру снимать с апельсинов сок у них останется и ставлю теперь на огонь довела до кипения ни в коем случае не кипячу сразу же снимаю с огня и процеживаю сейчас через сито сразу же после того как я снимаю с огня иначе вот это вот жидкость начнет впоследствии нас горчить а нам этого никак не нужно допускать здесь и оставляю эту жидкость сейчас остыть до комнатной температуры остыл у меня сок с сахаром пропитанным цедрой и теперь я уже могу приготовить дальнейшие ингредиенты здесь у меня 200 грамм вот этого пюре яблочно абрикосового вы можете брать просто яблочное пюре но именно вот эта кислинка от абрикоса абрикос здесь во вкусе никак не чувствуется но она раскрывает весь вкус других ингредиентов вот это его кислинка и так вот здесь слева у меня продукты для уваривания а справа это для взбивания здесь вот мы с вами готовили ингредиенты вы знаете также у меня 200 грамм пюре которое я вам показывала и 8 грамм агар агара агар я сейчас смешиваю именно с пюре потому что пюре она жидкая она лучше разойдется с агаром и сироп у меня все-таки уже с сахаром поэтому лучше ага разойдется именно в жидком пюре сейчас оставляю на 10 минут 10 минут у меня прошли перекладываю уже набухший агар с пюре в ковшик где я потом буду все это уварить обязательно все пюре перекладываем потому что здесь каждый грамм агара он важен если у вас очень сильный агар у меня агар мощностью 900 то есть сила желирующие его правильно называется это так желирующая сила агара 900 здесь у меня четверть чайной ложки лимонной кислоты 150 грамм сахара и два белка от средних яиц весом 60-65 грамм общий вес белка обязательно готовлю поверхность для отсаживания зефир и готовлю насадку с кондитерским мешком насадка номер 336 теперь перехожу туда где я буду уже все это взбивать и уваривать здесь у меня нагревается уже смесь до кипения я лимонную кислоту отправляю к белкам и начинаю перемешивать это все на небольших оборотах миксера белки с лимонной кислотой сахар и я введу сейчас в три приема сначала тоже на небольших оборотах миксера и потом я включаю уже миксер на полный ход здесь у меня натуральный ароматизатор апельсина я добавлю буквально пару капель самом конце взбивания уже полностью когда будет готов почти зефир сахар обязательно весь вводим на начальном этапе в меренгу то есть белки белки постоянно взбиваются все это время не прекращаем взбивать вам будет казаться что сахар не расходится он немножко разойдется но не до конца у вас и вот как только закипело пюре отсчитываем ровно три минуты на большом огне при непрерывном помешивании и будем уваривать ровно три минуты поэтому здесь нам не нужен будет градусник кондитерский термометр цедра настолько ароматная что просто здесь даже в принципе ароматизатор не нужен я вам показываю просто для видео что вы можете и ароматизатор тоже добавить когда у нас прошло ровно три минуты с момента закипания сиропа сразу же снимаем его с огня и вливаем тонкой струйкой с края в дежу миксера в белковую смесь сироп это важно ровно три минуты больше здесь уваривать ничего не нужно конечно же смесь белковой немножко поначалу разжижется но это ничего страшного так и должно быть взбиваем полторы тиры максимум две минуты вот так вот останется на ковшике на дне и на стенках собирать это не нужно потому что потом будут комочки вот этого пюре с агаром у вас чувствуется в готовом зефире буквально каплю красителя солнечного такого цвета я добавляю в массу просто чтобы придать массе еще более такую окраску именно мякоти как бы сок апельсинового можно этого не делать я просто вам это для видео показываю и вот на конечном моменте взбивания я уже ввожу туда пару капель натурального апельсинового ароматизатора и все смесь моя готова видеть такие крупные пустоты уже образовывались у меня деже миксера теперь перехожу на ту поверхность где буду отсаживать сразу же перемешиваю всю массу чтобы не было лишних пузырей и сразу отсаживаю здесь я стала поначалу отсаживать очень крупные зефирки вообще у меня получается целиковых из двух половинок состоящих зефиринок ровно 15 штук всегда из этого количества продуктов в этот раз у меня отсадилась 13 потому что вот эти первые я стала отсаживать очень огромными видите справа какие поменьше а вот и слева они прям гигантские меня получились но вы имеете ввиду что из этого количества выходит 15 целых состоящих из двух половинок зефиринок и так оставляю на два часа это в моем помещении может быть у вас влажность другая может быть вам пять часов кому-то может быть час понадобится для стабилизации зефира смотрите по влажности в вашем помещении видите какой он упругий и уже разламывается через два часа вот такой стабильный я соединяю не посыпав еще сахарной пудрой обе половинки и посыпаю только потом сахарной пудрой с обеих сторон из боков каждую зефирку вот так вот как в барабане в руках я я стряхиваю лишнюю сахарную пудру и теперь хочу разрезать смотрите после двух часов какой у меня зефир стабильный необыкновенно ароматный и со вкусом именно зефира потому что я пробовал неоднократно конечно же делать на апельсиновом пюре я его и уваривала и свежее дело но это все равно не то вкус когда я делаю просто на апельсиновом пюре больше какой-то мармеладный получается у этого десерта а здесь на вкус зефира потому что вот яблоко она дает вот эту текстуру я всем советую приготовить именно по моей этой технологии и я уверена что всем понравится потому что действительно уже не первый год я готовлю зефир именно вот по этому способу и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео